Возможно, вы что-то слышали про протоны и нейтроны, которые в свою очередь состоят из кварков и глионов, так вот КХД это как раз именно про них. А симптоматическая свобода это свойство КХД, которое заключается в том, грубо говоря, что кварки, находясь внутри протонов и нейтронов, взаимодействуют между собой тем слабее, чем ближе они находятся друг к другу. На самом деле именно это свойство и позволяет подтвердить экспериментально, что кварки это реальные частицы, несмотря на то, что они никогда не появляются в свободном состоянии. Вильщик добился... А можно ли с помощью эксперимента что-то подтвердить? Вопрос. Ну, потому что обычный эксперимент, это когда мы, в общем-то, берем и в определенные условия, достаточно уникальные условия вообще-то, да, ставим определенные предметы. Соответственно, в этих определенных условиях мы ожидаем найти какую-то фальсификацию к нашей теории, какое-то опровержение. Может ли эксперимент что-то подтвердить? Вопрос. Вопрос сразу возникает. Почему? Ну, возьмем эксперимент Резерфорда, да, например. Ну, вот там след от атома, допустим, или от чего, неважно, там остается в эксперименте Резерфорда. Точно ли произошло то, что ожидал Резерфорд? Нет. Почему? Потому что, может, там невидимые силы, там боги, там, не знаю, гномики, гравитоники мои любимые, кто угодно, что угодно, кто угодно, могли оставлять именно такие следы, которые показали в эксперименте. То есть, эксперимент не выполнил функцию подтверждения. Но он выполнил функцию опровержения, так скажем, некоторых других теорий. Вот с этим он справился. Вполне хорошо, эксперимент. К вопросу о том, что может ли вообще хоть какой-нибудь эксперимент хоть что-то подтвердить. На мой взгляд, нет. Принципиальное нет, соответственно. Может ли опровернуть, можно поспорить. То есть, мне парадоксальным образом кажется, что современная физика просто буквально пользуется тем, что ее никто не понимает, но при этом очень сильно уважают. Вот, вот, никто не понимает и очень сильно уважают. И это порождает эффект того, что вы можете говорить, ну, буквально все, что угодно в духе. Этим экспериментом мы что-то там подтвердили. А люди такие даже не думают о том, можно ли вообще что-то подтверждать экспериментами. И как это подтверждалось, что самое главное. То есть, ну, вот такой вот парадокс. Такой вот парадокс получается. То есть, тут еще, да, один парадокс. Допустим, вы развиваете альтернативную, естественно, научную теорию. Ну, естественно, научный подход, да, натурофилософский подход. Вот, альтернативный натурофилософский подход. У вас есть, как бы, доминирующая школа, натурофилософская физика, да, и у вас есть ваша школа. Для того, чтобы конкурировать с имеющейся более авторитетной, более сильной школой, вам необходимо изучить все материалы, которые там есть желательно. Это жестко. Это очень сильное, серьезное требование. Особенно, если речь идет о современной физике. Вам нужно изучить ее аппарат, тоже методологический, включая всю сложную математику, которая там используется. Что, на самом деле, тоже парадоксально сложно. Ну, и так далее, так далее, так далее. То есть, пока у вас есть монополия, которая постоянно растет, 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 растет и все больше и больше становится. Чем она больше становится, тем она становится более, в кавычках, неуязвима. Пока пузырь не лопнет, допустим. И ввиду этого, ну, она и неоспорима, потому что она авторитетна. Ее авторитет держится на деятельности огромного количества специалистов. А все эти специалисты друг друга защищают. И вы ничего сделать с ними не сможете. Там, исходя из другой теории, вы можете даже, да, попробовать показать, что она более-менее что-то там описывает, работает с имеющимися фактами. Но, скорее всего, вас просто закидают говном очень быстро. Скорее всего, ваша теория, там, какие-то несколько фактов там не учтет, и вы пойдете нахуй, и ученые с вами даже общаться не будут. В общем, будут называть вас шарлатаном и так далее, так далее, так далее. Хотя вы могли бы несколько раз исправить свою теорию, как сами ученые делают нередко, да. Вот сказать, а теперь-то она подходит вроде бы, и теперь она подходит. Вот теперь я учел этот факт, этот факт. Короче, не. С вами уже как будто к шарлатанам, соответственно, общаться. Ну и вот в этом и заключается первый парадокс. Когда натурфилософия пошла по определенному пути, то есть сузилась до определенного пути, да, да, пути естественных наук, до пути физики, до вот научной методологии. И когда вот этих самых научных методологов в области физики, область физики, да, в области исследования природы их стало слишком много. Вот конкурировать за эту область, область физики, стало просто теперь невозможно на данный момент. А, ну ладно. Может быть в будущем, может быть в будущем, кто-нибудь где-нибудь когда-нибудь очень сильно и мощно пройдется по всяким формальным системам и разъебет их окончательно. И тогда с той физикой, которую мы знаем сегодня, будет абсолютно покончено, как минимум. Уже по крайней мере потому, что многие предположения и многие вещи в современной физике, они носят преимущественно математический характер. И ввиду этого, если формальные системы будут побеждены, как способ добычи истины, то, ну, как способ хотя бы приближения к истине, способ ее анализа этой самой истины. Ну, вот в тот самый момент мы столкнемся с большой проблемой, потому что эта математика, ну, эти формальные системы, они много где сейчас в современных дисциплинах, естественно, научных особенно. Ну и, соответственно, это сильно понизит их статус в обществе. Я еще дополнительно замечу, что, в общем-то, монополизация, в том числе технологий, дает неоспоримое преимущество вот этой, собственно, физической натурфилософской школе ученых, ну, над всеми остальными возможными альтернативами. То есть, буквально, как бы, любой натурфилософ, который появится в современности, он столкнется с одной парадоксальной проблемой. У него не будет грантов, у него не будет технологий, у него ничего не будет, и единственное, на что он сможет рассчитывать, это на чтение книг современных физиков. То есть, ему придется получать большую часть фактов данных и информации непосредственно из уст своих оппонентов. То очень жестко, на самом деле. В рамках соревнований философских школ такой подход вообще не особо допустим. Ну, вот как-то так. Но при этом физика, как наука, да, в кавычках, наука или не наука, не знаю, как мы слово наука используем в данном случае, она монополизировала слишком большое количество областей, и это плохо. Ну, это плохо, потому что с ней никто конкурировать не сможет в этой самой теме, теме природы. Да? Ладно. К вопросу о языке. Тут мы про язык, да, заикнули. С чего мы вообще взяли, что у нас язык что-то описывает? Просто потому, что язык абстрактен, и мы можем, знаете, как говорят классики, типа Ежи Сармата, натянуть сову на глобус. Мы легко натягиваем сову языка на глобус мира. Потому что, ну, язык так растягивается, да, там, вот это все вещи. Там, вот эта комната, у меня две комнаты. Хотя комнаты, они вроде их потрогать нельзя, у меня даже двери нет. Ну, это как будто бы одна комната, это как будто бы другая комната. Я могу все что угодно делать с этими описаниями, просто потому что это формальная система, которая может многое. Но не факт, что она выражает какую-то истину. Вот в чем дело, да. Язык нас несколько обманывает. Мне про язык легче рассуждать, потому что я не математик, ну, вы понимаете, да. И здесь по аналогии с языком я потом перейду на математику просто. Вот. Язык нас колоссально обманывает, потому что он заставляет и по большей части делает вот то, что мы создаем вот общие разные понятия. Ручки. Три ручки. Ручки. Ручка. Ручка. Вот эта ручка, она принадлежит классу ручек. Хотя где этот класс находится, на самом деле непонятно. И почему он существует, тоже на самом деле непонятно. У нас есть там монета. Класс монет, да, тоже. Какому-то классу монет находится. Вот это оказывает. Вот этот предмет. И вот этот предмет. Они вроде бы даже из низко разных материалов, да, состоят. Это одно и то же. Не перепутайте обязательно, да. Ну и так далее, так далее, так далее. Язык, он методом таких, знаете, обманчивых абстракций позволяет нам непосредственно, как будто бы все описать. Ну а именно подчеркиваю, что как будто бы. Математика тоже самое делает, на самом деле. Просто в количественных отношениях чаще всего. Хотя не всегда в количественных. Но вот чаще всего. Другими словами, почему мы считаем, что физические теории объективны? Все это можно назвать основным вопросом. Мы не считаем. О, эстетичным, охуенно. Отличный аргумент. 10 из 10. Не, мне кажется, просто процессы определенно исторический здесь повлияли. В общем, были традиции в рамках европейской, в общем-то, культуры, включая Средневековье. Так вот, основной нюанс здесь прежде всего заключается в том, что у нас есть огромное количество разных культур, которые не пришли к такому же самому результату. Вообще, откуда пошла теоретическая математика? От греков. Ну, бесспорно, от греков. До этого была практическая математика, ни о чем подобном. О том, чем занимались греки, они не занимались ничем подобным. Ну, и, соответственно, вот у нас проблема. Следовательно, наверное, мозг так не устроен. Мы можем точно исторически определить, где возникла теоретическая математика и откуда она распространялась. И более того, она была не у всех греков. Пифагорейцы, неопифагорейцы, платоники, неоплатоники в основном располагали математическими средствами в своих исследованиях и делали на них большой акцент. Только есть небольшой парадокс. Они радикально отрицали всевозможные эмпирические методы познания. Упс. Упс, вот это нюанс, да, неожиданно. Движемся дальше, да, по истории, как это все происходило. Потом оказывается, что тексты Платона и Аристотеля, да и вообще математические тексты, они были открыты непосредственно в арабском мире. Это все из Греции, да, из Греции. Грека, ну, арабам досталась, в общем-то, греческая культура в наследство. В том числе не только европейцам, но и арабам. Арабы увидели, есть математика, теоретическая, и начали развивать, ну, прежде всего, арифметику и много чего еще. Ну, и в философии начали развивать разные подходы, которые плюс-минус пытались объединить всякие идеалистические вещи, типа логики и математики и, собственно, эмпиризма. Ну, потому что, на самом деле, им как верующим было, по большей части, плевать на эти учения. В каком смысле плевать? Им было плевать на разницу этих учений, которые у греков поддерживалось. Почему, например, идеалистический дискурс оперировал либо математикой, либо логикой, то есть формальными системами, а эмпирический дискурс, типа там, дискурса Киренаиков, типа дискурса Эпикурейцев, в прямом смысле, логикой и математикой не оперировал. Потому что это не следует из их учений, потому что это бессмысленно, да, использовать абстрактные аппараты, если вы эмпирик, или использовать эмпирику, если вы за числа, за логику, за общие какие-то вещи. Просто потому, что ваша внутренняя методология, она радикально отрицает противоположный подход уже изначально. И вы его разрабатывали таким образом, что она его отрицала. Правда, вот уже арабы, то есть мусульмане, они как-то вот, знаете, вот так руками повели непосредственно. И такие, а что бы не объединить? И начали объединять. Потом уже европейские схоласты, схоласты, то есть даже средневековые, можно сказать, мыслители начали тоже работать в русле объединения, в общем-то, эмпирического и идеалистического подходов в одной большой такой мощной схеме. И среди таких персонажей мы можем заметить таких людей, как, собственно, Роджер Бекон прежде всего, Томас Брадвардин, Грассетест и многие другие, да, замечательные персонажи, которые занимались этим самым объединением. Ну и далее, вот из этих персонажей, которые, кстати, в рамках империзма средневекового была разработана теория импетуса, которая потом трансформировалась в теорию импульса уже в более современной физике. Ну вот от этих персонажей идет некое такое вот, некое раскрытие с последующей научной методологией. Через, в том числе, и Фрэнсиса Бекона, и Кортезия, и много кого еще, на самом деле, да. Все это происходит довольно постепенно, все это происходит довольно культурными путями. И то, что это у нас в мозгу так завелось, не, не думаю. Я даже скажу в более радикальных терминах. Естественно, в науках всегда будет присутствовать неустранимый элемент мистицизма, связанный... Ну да, вот здесь согласен. ...с неочевидностью самого существования закона физики. Согласен, их не видно, их как бы не потрогать, не ощутить. Вообще очень важно проанализировать этимологию, ну этимологию историю, опять же, генеалогию законов физики как таковых, потому что они-то происходят из законов, вы не поверите, божьих, да. Они просто по аналогии с законами божьими еще и существуют законы природы, которые невидимо, абстрактны и идеалистичны на самом деле. Вы неожиданно можете, знаете, так очень сильно удивиться, потому что вот эти самые так называемые объективные законы природы, ну они как бы, блин, знаете, это просто абстрактные закономерности, которые мы фиксируем как абстрактные закономерности. И в этом плане они не вполне даже могут существовать. И в этом тоже парадокс заключается естественных наук, потому что вообще в принципе науки как таковой, потому что основная цель науки это непосредственно выведение теорий, в которых постулируются те или иные законы природы, развития и так далее, так далее, так далее. Вот вы знаете, в чем еще парадокс заключается? Когда марксисты начинают выискивать объективные законы истории, у всех жопа горит, прям, прям горит жопа. Хотя, наверное, попробовать можно. Почему бы и нет? А вот когда физики говорят об объективных законах природы, так их нету, их нигде нету. Ну вот гравитация, где она? Ну вот эта штука упала, еще раз там упал, там еще третий раз упала, пятый, шестой. Если на какой-нибудь планете Тумба-Юмба предметы падают вверх, все, это уже незаконно. А мы не видим эту планету Тумба-Юмба, мы о ней не знаем. Мы ничего с этой планетой Тумба-Юмба сделать не можем. Она не входит в объем наших, в общем-то, феноменов. То есть это уже сразу все с законом покончено. И при этом всем, и при этом всем, когда речь идет об этих самых законах, законы, они, ну, они невидимые. Я, кстати, замечу, что ученые тоже компьютеры не строят. Как ни странно. Не, ну как сказать? Смотря какие ученые, смотря какие ученые, но большинство исследователей, большинство исследователей, они, ну, как бы белоручки. Они содействовали, ну, блядь, диалектики, что они содействовали? Благодаря диалектическому материализму было изобретено бинарное исчисление вообще-то, блядь, сейчас скажут те материалисты. Ну и, соответственно, ну, скажут, закон в пределах нашей планеты. Закон не может быть в пределах нашей планеты. Закон природы на то и является законом природы, что он повсеместен, и он нигде никогда не нарушается, ни в пространстве, ни во времени. Понимаете, в чем дело, Маркус? Если что-то из того, что мы называем законом природы, хоть когда-либо нарушался, да, соответственно, он перестает быть законом природы, мы не можем проверить, на самом деле, нарушался он или нет. Мы можем узнать, нарушается ли он сейчас где-то, попытаться, по крайней мере, поискать это. Из-за вещей вроде программы Лэнглесса хочется верить, что математика — это нечто большее, чем просто еще одно изобретение разума. И тут мы проходим полный круг. Хочется верить, что математика — нечто большее, чем еще одно изобретение разума. Действительно хочется верить. Ну, потому что иначе человек — это шизофреническая обезьяна, которая использует формальные системы не по назначению для познания, а не для, ну, развлечения, там, например. Шахматы — это ведь тоже формальная система. Не для практики тоже. Не только для практики, ведь формальные системы могут быть практически использованы. Да, могут. Просто другой вопрос, что использовать ее в познании, на мой взгляд, и не только, на мой взгляд, относительно сомнительно. Насколько релевантны данные, полученные в математике, тем, которые есть на самом деле. Ну, это странно, да? Если математика — это просто изобретение разума, ну, наверное, шанс совпадения ее очень, с реальностью очень мал. И ввиду этого мы можем реально сказать, что, ну, просто обезьяна немножко с ума сошла и начала, и угорела, в общем-то, по формальным системам, применяет их не совсем по назначению. Вот. Да. Последняя часть прогноза касается влияния прогресса в физике на развитие технологий в 21 веке. Это будет достижение новых высот в развитии компьютерных технологий, в том числе и квантовых, которые вкупе с обладанием стержневой теории позволят... Кстати, я опять же подчеркну одно фундаментальное замечание, то, что прогресс в теории, на мой взгляд, никогда не означает прогресса в практике. В лучшем случае там подстегивает его, но прямого взаимодействия, на мой взгляд, нет, потому что практикой чаще всего занимаются люди, которые к теории имеют, ой, какое опосредованное отношение. Ну и, соответственно, ввиду этого мы, скорее всего, здесь не разделяем такого, в общем-то, я не знаю, восторга, что ли, технического. Что значит практики? Ну я буквально говорю о том, что представители технических наук дауны в области теории. Буквально, блядь, инженер, долбоеб в области физики, чаще всего. Он типа ее изучал и как-то знает, но там на уровне каких-то формул, не понимая многих вещей, не понимая, как эти вещи были получены, и не разбираясь в том, как наука вообще работает. Если вы просто посмотрите на большую разницу между там нормальными учеными-теоретиками, с одной стороны, какими-то философами, которые шарят за научную методологию, если они проходили философию науки, да, и какими-нибудь инженерами-хуинженерами, или там медиками-хуедиками, но чаще всего медики-хуедики, инженеры-хуинженеры вообще в этом не разбираются. Вот, собственно, в самой механике науки они отношения прямого не имеют. Именно что ему и не надо. Из этого напрямую self-delay следует, что прямого воздействия теории на практику на самом деле нет. И основное воздействие, которое наказывается на практику, это воздействие практики на практику. Вообще, на протяжении всего времени существования практики самым главным методом был метод проб и ошибок. Не нужно узнавать какие-то законы, чтобы что-то работало. Зачем тогда теория? Прежде всего, для познания. Основная цель для познания. Если она ничего не познает, она, по сути, бессмысленна, потому что нам необязательно... Ты пытался разбирать теорию кибернетики? Я не уверен, что теория кибернетики вообще теории. Джинглс. Вот это важно понимать. Еще под словом теория не всегда люди понимают теорию. Иногда они понимают какие-то положения, которые просто что-то там обобщают. Причем безотносительно к истине какой-то. А как математика применима к практике? Ну, тоже плюс-минус косвенно, но она хотя бы применима, потому что она позволяет классифицировать, создавать модели и так далее, так далее, так далее. По которым уже можно действовать. Кстати, я бы сказал еще так, что для теории математический аппарат, ну, вообще для науки, математика, ну, не является ее абсолютным свойством. Мы можем пользоваться математическими формулами отдельно от теорий. Неожиданно. мы можем просто собрать у теории формулу, например, и некоторые наблюдения, на которых она держится. Этого для практики будет достаточно. А само содержание, само ядро теории можно нахуй выбросить. И от этого никаких проблем не будет. Единственное, что для того, чтобы подтверждать и опровергать теории, иногда приходится, не знаю, искать какие-то опыты, какие-то эксперименты проводить. Но это тоже довольно косвенный параметр влияния на практику. Я бы вот так заметил. То есть почти все, что в науке, то есть в составлении теории, влияет на практику, это не теория, это, собственно, я не знаю, рассмотрение разных закономерностей. Это раз. Перенесение там этих закономерностей на практику. Это два. Третий пункт – это эксперименты и накопление разной информации. Это три. Что тоже необходимо для составления теории. Но все это может быть и вне науки, и ненаучно, что самое главное. Это может делаться для абсолютно других целей. То есть математика – это типа инструмент? Ну да, математика вполне может использоваться как инструмент, который упрощает нам взаимодействие с разными практическими объектами. При этом не обладая, не претендуя ни на какую истинность, соответственно, что прекрасно на самом деле. Просто мне принципиально кажется, что вместо тех научных теорий, которые сейчас существуют, можно подставить почти любые философские теории. Ну, допустим, сохранив математические аппараты и весь набор наблюдений, которые присутствуют, при условии, что эти философские теории будут полностью описывать все, что мы имеем, мы получим, такой же практический результат, скорее всего. То есть само ядро теории, оно нам нахуй не нужно. Оно не нужно нам, оно идет отсюда вон. Нам больше всего нужен метод проб и ошибок, которым мы сможем всевозможными способами проверять, а вот работает эта технология или не работает. Ну и во-вторых, может быть, разные теории приоткрывают нам какие-то, знаете, скрытые возможности, ну или по крайней мере, необходимость в эту сторону как-то хотя бы задумываться. Ну и мотивирует к экспериментам. Хотя мотивирует к экспериментам могут и ненаучные теории, принципиально. И математический аппарат могут иметь ненаучные теории. В пример, всевозможная мистика, которая пользовалась математическим аппаратом. Ну и алхимия тоже, в пример, потому что алхимики, они определенным образом описывали взаимодействие химических веществ, но у них химия-то работала, работала. Если бы они развивались до сих пор, хрен знает, что бы у них там получилось. Если бы их масштабы были сопоставимы с научными химиками, тоже неизвестно, насколько они были бы сильны. Более того, я бы обратил внимание, что большое количество, ну не больше, не наибольше, но достаточно большое количество практики в мире, достаточно сложной, достаточно требовательной, было создано до возникновения научного метода. Научный метод, ну мы можем где-то от Галилея где-то брать, да, возник, плюс-минус, что-то похожее на научный метод. До Галилея уже были паровые двигатели, до Галилея уже были телескопы, Галилей только усовершенствовал телескопы. До Галилея было очень много всего. Только где-то с него наука, как методология, она уже более-менее начинает быть достаточно понятной, строгой и однозначной. До этого мы встречаемся с более простыми, в общем-то, подходами, которые предшествуют Галилеевскому, но я бы их все еще наукой, например, бы не назвал. Недостаточно последовательные и методологично данные принципы проявляются вот у тех представителей и натурфилософии, и средневековой схоластики вот в прошлом. К сожалению, да, металлургия сильная развивается, химия, множество химических реакций открывается, порох, всевозможные технологии, там, не знаю, корабельные всякие вещи. При том, что, например, ну, практика, что, что практика? Вот у нас есть корабли, есть практика, и надо как-то ориентироваться по небу, да, например, что мы используем? Астролябио и многие другие вещи, и там, не знаю, какие-нибудь созвездия, наверное, тоже по ним ориентируемся. А все это откуда? Из научной астрономии? Нет никакой научной астрономии до сих пор. У нас астрономия плюс астрология, в которой все как бы едино, в которой эти создания, там, не знаю, эти звезды, это и планеты, это как полубоги, там, и боги, какие-то вообще небесные, в общем-то, штуки запредельные, которые представляются очень разными образами, какие-то метафизические силы, даже во многом. И как бы астроляби-то все равно работает, и ориентация по небу все равно происходит, и мы можем как-то двигаться в сторону тех или иных созвездий, найти там полярную звезду, то есть, да, практика-то продолжает работать, несмотря на то, что теория, я не знаю, ошибочно-неошибочно, но как бы радикально сомнительно, а практика есть. То есть, то, что объясняет, далеко не всегда и почти никогда на самом деле не влияет на ту практику, которая реально существует. То есть, вот эта практика, которая существует, могла бы возникнуть независимо от теории. Почему? Могла бы более того, потому что независимо от теории эту практику люди чаще всего могут воспроизводить. Более того, большинство ученых не являются производителями какой-то практики и практикой занимаются люди, которые от теории подальше. Более того, к произведению тех или иных вещей имеют дело чаще всего люди даже без образования. Ну, китайцы собирают компуктеры на заводах. Ну, охуенно, че, наука. Но для того, чтобы собрать технологию, оказывается, не нужно вообще никаких научных знаний. Вопрос. Если не нужно никаких научных знаний для того, чтобы собрать эту технологию, почему бы не могла случиться такая сложная ситуация в истории человека, при которой данная технология была бы изобретена? Вы пишете self-delay, но потом уже не нужно. А я вам говорю, что и до этого даже не нужно. Вот люди, которые убеждают вас в том, что до этого нужна теория, это чаще всего люди, которые либо находятся под авторитетом теоретиков, либо сами теоретики, которые просто хотят набить себе цену и хотят, чтобы их работа ценилась, оплачивалась, и в общем, чтобы их хвалили по головке, чтобы им давали медали, Нобелевские премии там и все такое. Как прописал, машинка бегает по ленте с символами и что-то с ними делали. Да, и создаст ее скорее всего человек, который не является в полной мере ученым. То есть, ученые не создают технологии, ну, смотря как мы опять определяем ученого, конечно, но технологии не создают те люди, которые создают теоретики. Вот, давайте, да, когда я говорю слово ученый, я говорю слово теоретик. Да, чаще всего теоретик в рамках естественно научных дисциплин. Вот, вот, вот ученый, вот мой ученый, да, вот, для того, чтобы создать технологию, да, вот, ладно, еще раз, почти никогда, довольно редко, соответственно, довольно редко, технологию создают люди, ядерный реактор, но для того, чтобы создать ядерный реактор, необходимо было еще много чего, на самом деле. Ну, ферми, допустим, исключение. Я не знаю, я могу прогуглить, конечно, что там ферми сделал, в данном случае, но почти никогда, очень редко, теоретик создает технологию. Чаще всего технологию создают люди, которые имеют техническое образование, и которые, ну, довольно, довольно в большом расстоянии могут находиться от, собственно, теоретиков. А само исключение, кстати, в данном случае ничего не значит. Знаете, почему? Ну, потому что я, например, могу одновременно, я не знаю, чистить зубы, там, я не знаю, и брить голову, например, да, я могу сразу быть специалистом в двух делах одновременно, я могу быть, там, не знаю, кандидатом философских наук, и могу быть мастером, в общем-то, каратэ, и еще чего угодно. То есть, можно быть и практиками, теоретиком одновременно. Вот, 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 к чему я клоню. То есть, в этом нет никакой проблемы. Но на основе расчетов, теоретиков, ну, а расчеты можно было без теоретиков провести. Неожиданно. Еще раз повторю, да, все формулы Ньютона, например, можно оставить такие, какие они есть, это еще не научная теория, а вот допущение того, что за этими механическими формулами, собственно, находится абсолютное время и абсолютное пространство, это и есть суть теории, да, это и есть, собственно, содержательное ее состояние. Надо же теорию знать, чтобы считать? Нет, не надо ничего знать, чтобы считать. Чтобы считать, надо уметь считать и практику, соответственно, знать. ...хороняющиеся в ячейках памяти, а динамические переменные в учрительной системе... Более того, я не видел, чтобы электрики, которые считают по формулам, вот у нас здесь, да, они были докторами, там, не знаю, физических наук по теории электричества, ни разу такого не видел. Значит, считать-то особо не надо. Ну, значит, не надо им особо знать теорию.